МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вторник, 19 апреля. На часах время новостей наша команда подводит итоги этого дня. В эфире время Одессы. Вот главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скандальное назначение. Активисты требуют увольнения нового заместителя главы Одесской таможни. Он с Донецкой, пусть идет, там порядок наведет. Чего он в Одессу приехал? Снесли забор раздора. Владелец ограждения в парке «Юность» демонтировал его сам. Забора здесь не будет, мы его сами демонтировали. Летние площадки наступают. Одесские кафе и рестораны захватывают тротуары. В правилах благоустройства города не прописаны четкие нормы по установке летних площадок. Об этих и других событиях мы расскажем прямо сейчас. Итак, скандальное назначение. Несколько десятков человек митинговали возле здания Одесской таможни. Они требовали увольнения нового заместителя главы ведомства Юлии Марушевской Александра Маргуна. На эту должность его назначил глава фискальной службы Роман Насиров. По мнению активистов, госслужащий попадает под действие закона об очищении власти. Напомню, ранее Александр Маргун руководил борьбой с контрабандой на Одесской таможне, после работал заместителем Черниговской и Киевской фискальных служб. Здесь все такое было Романенко. Здесь его в Одессе хорошо знают. Он из его команды. Здесь Романенко все прекрасно помнят, что это за человек. Он с Донецка, пусть идет там, порядок наведет. Чего он в Одессу приехал? Здесь нормально без него. Есть молодые нормальные ребята, которых видит весь мир. И надеется на них, и вся Украина. Он нам здесь не нужен. Недовольно своим новым замом и сама глава Одесской таможни Юлия Марушевская говорит, кандидатуру Маргуна с ней не согласовывали, ее же варианты отвергли. Теперь и настаивает на проведении открытого конкурса на эту должность. Чтобы мы работали с людьми, которые приходят к нам или за открытыми конкурсами, или, принаймне, призначали людей с нормальной репутацией. Но это абсурд, присылать люстрованную людину с заступником без моего погоджения на Одесскую митницу. У нас компромиссов не будет. Никакого отроджения схемы на Одесской митнице со старыми людьми тоже не будет. Тем временем Александр Маргун прокомментировал обвинение в свой адрес. Говорит, во время работы на Киевской таможне не раз задерживал контрабанду из Одесского региона. Кроме того, госслужащий рассказал о своей службе в зоне АТО. Он утверждает, после военных действий мусорные баки его не пугают. Несмотря на недовольство со стороны активистов и своей начальницы Юлии Марушевской, планируют приступить к работе. Я никого не боюсь. Все життя, если я прошел две войны, поверьте мне, я уже не боюсь всяких там нападок. И бака я не боюсь. Если бы даже закинули, ничего страшного посидеть бы, и чтобы, скажем, хлопцы не за что это делать. Старого полковника в бак за что? Но я не понимаю тех людей, которые иноземцы, которые сейчас работают на нашей митнице. И которые сейчас на нашей митнице дают указки. Идем дальше. Скандальный забор в парке «Юность» демонтировали. Рабочие снесли ограждение вокруг участка земли рядом с улицей Заречной. Против установки конструкции выступили местные жители. Накануне они в очередной раз пытались снести ее, но в итоге пришли к компромиссу с владельцем территории. Тот пообещал демонтировать забор собственными силами. Теперь анонсируют возведение на территории футбольного поля. По словам представителя застройщика, площадка будет открыта для всех. Сейчас будем этот проект получается подавать в город, в Морсовет. И сделаем здесь, чтобы дети занимались спортом. Для детей этого района получается вот этих домов, которые ругались с ними, даже сделаем подарок на год, два, три. Пусть дети занимаются с нашим тренером. Все, мы согласны. Забора здесь не будет. Мы его сами демонтировали. Несмотря на то, что вот видите, как в них застройки есть, на холстрое, они захватили землю. У нас есть ГОСАГ, у нас есть все документы на вот эту землю. Территория в парке «Юность» находится в частной собственности, но возведение здесь любого объекта, даже временного, нужно согласовывать с властями. К слову, чиновники не против строительства в зеленой зоне футбольной площадки. Естественно, могут появиться малоархитектурные формы, могут появиться и детские площадки. Вот прекрасный пример, опять же, в парке, там мы видим, детей обслуживают и возят машинки и так далее, и так далее. То есть, это абсолютно нормальная ситуация. Но, просто так, опять же, возводить детскую площадку, вот я хочу такую или такую, мне вот так хочется, хотелки не будет. Это нужно будет согласовать обязательно в архитектуре. Одесский припортовый завод практически готов к продаже. Как быстро пройдет процесс приватизации, зависит от нового правительства. Об этом заявили в фонде госимущества. Если Кабмин утвердит стартовую цену и условия, продажу предприятия объявят в конце мая, а уже через месяц проведут аукцион. Отмечу, количество иностранных компаний, заинтересованных в покупке припортового завода, снижается. Сейчас приватизацию обсуждают пять зарубежных инвесторов, еще недавно претендентов было вдвое больше. Дело о вербовке проституток для Турции передали в суд. Двух женщин обвиняют в торговле людьми. Им грозит 12 лет тюрьмы. Следствие установило, что в течение нескольких месяцев сутенерши находили молодых девушек для вывоза за границу. Там они должны были устроиться на работу в клуб и оказывать клиентам интимные услуги. Напомню, организаторов нелегального бизнеса вместе с тремя подопечными задержали в Одесском аэропорту после прохождения таможенного контроля. Сами девушки свою вину отрицали, говорили, мол, ехали к женихам, с которыми познакомились в интернете. Охота на докхантеров. Двоих мужчин, которые убивали бродячих собак, посадили за решетку. Преступление они совершили еще в начале 2014-го. А вот в первом квартале этого года зафиксировали уже три случая жестокого обращения с животными в парке Шевченко, Киевском и Суворовском районах. В мэрии пообещали разобраться в ситуации. В первую очередь чиновники хотят выяснить, где докхантеры, чья вина уже доказана, доставали необходимые им медицинские препараты. Летние площадки наступают. Одесские кафе и рестораны снова расширяют свои владения. Дополнительные места для клиентов обустраивают прямо на тротуарах. Столиками и стульями дело не ограничивается. В пешеходных зонах возводятся крытые павильоны с помостами. Законно ли это? Выяснял Андрей Цыганко. Не вписываются в архитектурный ансамбль, мешают проходу и производят много шума. Вот лишь краткий список претензий одесситов к летним площадкам в центре города. Жильцы дома на Дерибасовской 14 уже не один год судятся с заведениями расположенными на тротуаре возле здания. Они уверены, площадки стоят незаконно, поскольку приобрели характер капитальных строений. У всех разрешение только на временные постройки. Вы проверяли? Да. Сейчас у нас дело в суде о том, что мы хотим, чтобы снесли эти постройки. Они не только мешают жить, они еще портят вид нашего города. Это Дерибасовская, известно на весь мир. С тем, что крытые площадки с помостами захватывают слишком много территории и портят облик города, согласно некоторые чиновники и даже сами рестораторы. Они не должны быть капитальными, должны быть какие-то летние. Знаете, вот асфальт, столы, стулья, зонтики или какие-то маркизы. Ну, то есть, это летняя площадка, буквально летняя, та, которую не надо там особенно монтировать или демонтировать. Вот столы вынесли, стулья вынесли, поставили цветы. В правилах благоустройства города не прописаны четкие нормы по установке летних площадок, поэтому владельцы заведений зачастую ставят их на свое усмотрение, не оставляя необходимого пространства для пешеходов. Существуют только государственные строительные нормы, соблюдение которых контролирует управление архитектуры. Чтобы громоздкие площадки стали законными, необходимо оформить всего два документа. При этом плата за аренду территории мизерная – 35 гривен за квадратный метр. Но рестораторы часто не делают и этого. У нас большинство предпринимателей стараются сначала выставить площадку, а затем ее оформлять. И нам приходится как за грибами в лесу ходить за ними и призывать их к тому, чтобы они их убирали. И сначала оформляли, где можно эти площадки, а затем их ставили. Сносят летние площадки только при грубых нарушениях. В этом сезоне таких пока не выявили. Дальше жалоб людей и предупреждений обычно дело не доходит. Андрей Цыганкор, Услан Пейков, Александр Пережилин, Первогородской. Чернобыльская катастрофа. 30 лет спустя. Одесский регион до сих пор ощущает на себе последствия взрыва на ЧАЭС. По мнению некоторых ученых, продукты, которые мы кушаем, могут быть радиоактивны. После аварии контроль качества сельхозпродукции так и не ужесточили. Сегодня радиологические исследования проводит только ветеринарная служба. Данные коллегам из профильных ведомств они не передают. А радиологическая лаборатория санопедслужбы проводит мониторинг только на открытой местности. У нас 10 контрольных точек на территории города Одессы и в 7 районах Одесской области ежедневно в 9 часов утра проводится измерение гаммофона. Рисуются графики и гаммофон у нас нормальный. На сегодняшний день мы не знаем какие продукты питания мы кушаем. Радиационный контроль продуктов питания мониторинг с нас сняли. Кроме того ученые продолжают сталкиваться со случаями так называемого ползучего Чернобыля. Люди до сих пор сбывают стройматериалы или другие вещи из зоны отчуждения. Эти предметы становятся источниками облучения вызывая онкологические заболевания. от Лонжерона до Аркадии трассу здоровья обещают привести в порядок до 1 мая. Там уже выложили плиткой пешеходные дорожки и установили 340 фонарей. Всего участок длиной почти 6 километров будут освещать 400 светильников. Сейчас идет ямочный ремонт дорожного покрытия. Кроме того чиновники планируют обустроить вдоль трассы 12 спортивных площадок с гимнастическими комплексами и тренажерами в том числе для людей с ограниченными возможностями. Но в Аркадии трасса здоровья не заканчивается. В мэрии уже готовят проект ее благоустройства до мыса Большой Фонтан. Сегодня прорабатываются узкие места прохождения в районе Аркадии морской симфонии. Здесь у нас уже есть понимание и проводятся сейчас предпроектные работы. Далее прорабатывается сейчас проход в районе 10-й станции фонтана пляжа Чайка и потребует еще уточнение проектное решение в районе 13-й станции фонтана там где строится новый жилой комплекс. Обустраивают сквер и на 9-й станции Большого Фонтана. Работы по реконструкции стартовали 18 апреля. В зеленой зоне заменят скамейки, установят новое освещение, а пешеходные дорожки выложат плиткой и установят пандусы. От проезжей части сквер будет отделять перильное ограждение. Кроме того, под реставрацию попадет памятник похищения Европы. Сейчас возле скульптуры работает фонтан с глубокими водоемами. Их планируют заложить плиткой. Из Канавы в городскую достопримечательность. Активисты решили возродить Деволановский спуск. Для начала планируют провести субботник, отчистить территорию от мусора и поставить урны. По их мнению, это позволит привлечь инвесторов и проложить там новый туристический маршрут. Как сейчас выглядит легендарный спуск в центре Одессы, расскажет Ольга Дунская. В 15 веке это место было границей между исламским миром и христианским. А в годы Великой Отечественной войны здесь разбомбили колонну немецкой техники. Ходят легенды, что снаряды лежат в земле и по сей день. Сегодня Деволановский спуск стал местом стрит-арта, съемочной площадкой для многих фильмов и, к сожалению, разрухой, оставшейся от старой Одессы. Горы мусора разбитые бутылки и ампулы со шприцами. Все это валяется прямо посреди дороги. Деволановский спуск такой же центр Одессы, как Приморский бульвар или улица Пушкинская. Однако толпы туристов по нему не ходят. Гулять крайне неприятно даже днем, а вечером просто небезопасно. Зато среди творческих людей Деволановский спуск пользуется большой популярностью. Здесь сняли несколько десятков фильмов и клипов. Ранее Деволановский спуск был центром торговли и одним из наиболее развитых районов Одессы. Однако теперь для города не имеет никакого значения, говорят историки. Деволановский спуск прежде всего был знаменит тем, что сюда шел поток зерна степовой Украины, на котором строилось благосостояние нашего города. Деволановский спуск помнил исход старой Одессы в эмиграцию в 20-м году, когда сюда ушла старая Одесса, погрузилась на пароходы в карантинной гавани и отправилась в изгнание в эмиграцию. Урбанист Александр Горенюк уверен, чтобы возродить улицу, придется неплохо потрудиться, но шансы есть. Главное заинтересовать в этом людей, готовых вкладывать деньги. Начать намерены с малого. Этим летом активисты планируют провести в Канаве несколько развлекательных мероприятий. Параллельно будут собирать информацию для потенциальных инвесторов. Это вводные данные для презентации для инвесторов. У нас будут данные о пешеходном трафике, о количестве предприятий и организаций. Когда мы подойдем к инвестору и скажем, что с этой улицей нужно что-то делать или подойдем к городу, скажем, что здесь нужно что-то делать, нужно ревитализировать, такое модное слово сейчас в Украине. На основе этих данных мы показываем, что среди людей, которые ходят по этой улице, есть запрос конкретно на такой вид функции. Чтобы реанимировать легендарное место, 23 апреля активисты решили провести субботник. К 10 утра приглашают всех неравнодушных одесситов на Деволановский спуск. С собой рекомендуют брать одноразовые перчатки, мусорные пакеты и хорошее настроение. Работы будет много. Ольга Дунская, Александр Пережилин, Первый городской. Библиотека под открытым небом. В парке Горького установили небольшой шкафчик с книгами. Все в свободном доступе. Любой желающий может взять одну из них, а взамен должен принести новую. Задумка энтузиастов уже вызвала интерес среди посетителей парка. Говорят, теперь можно совместить приятное с полезным и в парке погулять, и книгу почитать. Мне очень нравится вот это новшество. Очень нравится. Потому что это молодежь привлекает, интересуется, чтобы должна знать все, что творится у нас, что еще. Это очень полезная вещь. Вот на этой ноте сегодня мы и ставим точку. Вы смотрели «Время Одессы» на Первом городском. Листайте нашу страничку и в интернете адрес простой 1ТВ от Юри. Спасибо, что с нами и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин